всем здравствуйте дорогие друзья приехал я на такое вот озеро озеро находится в глуши в лесу доехать до него очень трудно я бы даже сказал практически невозможно озеро такое с сюрпризом я не знаю если кто-то видел когда-нибудь такой вот смотрите то есть видите как все шатается то есть я стою на воде это такой вот ковер из водорослей под ним вода глубина я не знаю но мне кажется там от глубина метра полтора точно есть тут в принципе еще как-то более-менее стоять но если ближе подходить это уже ну все невозможно есть местечко с той стороны вот там но там тоже неудобно там есть небольшой мосточек но с него ловить там волна очень сильная поэтому я пришел сюда ну как сильно увидеть хочется на поплавочную удочку может быть доночку кину ни разу здесь не был я же говорю еле сюда проехал хочется попробовать не знаю вообще что может преподнести это озеро может быть ничего вообще не поймаю но мне кажется какой-то улов вообще будет поэтому ух вообще душа поет класс итак друзья я решил закинуть удочку на дальний заброс поплавочную брошу я где-то вот недалеко от вот этих водорослей посмотрим какая тут глубина ох смотрите смотрите чайка красота надеюсь заснял вот просто красота согласитесь ну вот птички поют никого нет ты здесь один да опасненько конечно ну такое место и вообще можно тут утопнуть но красота согласитесь природа ну вот именно на таком получается месте на природе ты можешь отдохнуть душой телом вообще полностью отдохнуть забрасываю я хочу сейчас четырех метров очку посмотрим что у нас с вами получится из наживки я брал только червяка вот честно я рыба я рыбалку хотел на рыбалку но у меня вот очень было мало времени для подготовки я единственно только успел накопать червяка поехал к подруге накопал червяков у нее потому что была такая возможность так я конечно покупаю в магазине червяков но те люди которые живут в своем доме те которые живут в деревнях им конечно не понять у них я думаю червяки дома есть всегда вот у у меня такого нет такой возможности так давайте попробуем что у нас получится рогатку я тоже планирую ставить но пока не знаю когда давайте вот наверное вот туда ох как солнышко его освещает слушайте но судя по поплавку глубина глубина ну вообще небольшая там либо там водоросли либо не знаю что там у меня есть прикормка еще с собой смотрите вот такой вот пакет очень удобная штука и моя рекомендация приобрести пакет на литр сюда помещается где-то полтора пакета прикормки стандартной которая в магазине можно самому наделать герметично закрывается пластиковый плотный дозатор тут в принципе нормальный вот посмотрите какая здесь дырка то есть отверстие отверстие прошу прощения вообще точно как бы насыпается без проблем единственно опять же своей спешке я забыл взять какую-то тару чтобы замешать какую-то плошечку или пакетик придется что-то искать придумывать если буду прикармливать но пока вот так я думаю сейчас я еще одну удочку кину вот туда это пусть на дальние я кину прям почти под берег может быть что-то и возьмет рыбка друзья плещется видно всплески небольшие но пока поклевок нет забросил вот эту удочку глубину поставил небольшую но тоже видно что как-то вот он стоит так ну как вроде как со дна не не знаю я думаю нужно прикормить конечно ехать неправильно без какой-либо арты альтернативной наживки там опарика хотя бы взять нужно было там еще что-то как какие-то виды наживочек разных но увы я чет вообще же говорю я так спешил как будто бежал от кого-то или куда-то поэтому я ничего увы не взял но я думаю не сильно это помешает главное есть прикормка сейчас чуть-чуть прикормим я думаю совсем немножко и посмотрим что будет вот не пойму вот на дальний поплавок что-то поклевают по моему или же нет или это все таки знаете как вот малек бывает иногда там играет всплески друзья всплески конечно есть и всплески очень классная нашел я пакет этот пакет я брал для рыбы но прикормку я в нем замесю чуть-чуть вот гляньте вот какой вот дозатор но удобно согласитесь можно регулировать и что самое интересных ну классное не нужно там завязывать где-то что-то там как-то вот чуть-чуть раз закрыли она всегда в сухом месте абсолютно дождь не дождь вам ничего вообще не страшно и вот влага да здесь прям под ногами все прям чувак это вот кинули все она лежит вообще классная вещь блин вот как тут набрать воды блин опасно все он шевелится давайте сейчас мы вот так прикормки мало много воды нам не надо так чуть-чуть листочек попался всякой хренью это нам не надо я думаю этого достаточно так тоже супер прикармливать не буду чуть-чуть чисто чтобы дать запах дать немножко пыли мути для рыбки многовато я налил еще подсыпать вот так же руки мокрые в воде надо подсыпать вот чуть-чуть дали тут же закрутили все не знаю как по мне очень удобная вещь да чё-то клевать не хочет давайте вот эту вытащим посмотрим чё тут у нас там вроде что-то поклёвывало но вы все на месте думаю надо наверное через себя забросить местность позволяет и далеко полетит ну как позволяет в принципе позволяет ну вот оттуда настало время прикормиться сейчас мы пару комочков суда недалеко кинем все рыбка подойдет все остальное туда на дальничок все я вот еще вообще не знаю что здесь за рыба есть если тут вообще рыба может быть я приехал на озеро где и рыбы то нет я думаю такого не может быть ну после прикормки нужно будет минут 40 подождать все пойдет пакетик пока посуда еще под рыбу пригодится а первая рыбка красноперка гляньте какая красавица малого маленькая конечно но я все равно заберу с собой и и кошечкам а может потом выпущу не знаю но вообще маленькая красноперка она очень вкусная если ее солить но я солить не буду так вот теперь квест доберись до воды называется и не утони сам вот не знаю чё делать ну наверно как то вот так наверно других вариантов у меня пока нет все съели ну я думаю что не клюет понятно червяка то съели молодцы чё сказать мы красноперка это конечно да вот сейчас бы сюда этого пшеницы бы на дрожжах или такой пшеницы хотя бы запаренной или замоченной тоже было бы ничего я думаю пошло бы дело поинтересней хотя не факт на разных прудах красноперка клюет совершенно на разные наживки я смотрю тут красноперки много вот еще одна ну до садка конечно мне ходить далековато блин и утонуть то тут еще можно давай о хе-хе-хе молодец рыбеха ну еще одна а так можно надербанить хорошо ой промазал видели ничего пусть плывет еще поймаем ой блин ну так можно и крупненькую конечно зацепить мне нравится красноперка вот бойкая рыбка блин ну это конечно вообще смешно мелкая но я кошкам наловлю пусть кошки поедят вот знаете люблю такую рыбалку вот иногда когда вот можно половить небольшую рыбку вот как вот красноперка в данном случае сидишь поклевочки частые ловишь и просто наслаждаешься ловлей не нужно там забрасывать ждать по два там часа по полтора пусть даже не трофея там какая-то крупная рыба и даже неизвестно возьмет она не возьмет то есть но это как бы не точно сами понимаете потому что крупняк не всегда клюет он не всегда в настроении и не каждый раз можно попасть на выход такой вот крупной рыбы а вот такую небольшую красноперочку карасика небольшого на поплавочную удочку можно половить к примеру всегда будь то хорошая там погода к примеру правильно подобранная наживка и хорошо настроена удочка и лови будет тебе счастье вот примерно вот сейчас одна из таких рыбалок и вот честно вот сидишь и душой отдыхаешь во первых никого нет рядом с тобой ты полностью один никто тебе не мешает красота свежий воздух птички поют ты ловишь удовольствие да эту рыбу пожарить ты как бы ну не ну можно при желании ну там есть нечего да как бы трофей поймать на такой глубине это пальцем в небо очень редко но отдых и сам азарт сам лов он есть и чаще всего именно вот на таких рыбалках ты отдыхаешь ловишь отводишь душу и заряжаешься азартом позитивом на на то время вот до следующей рыбалки и советую как бы так тоже всем выбираться ловить пробовать вот я в принципе ехал на это озеро вообще не знал доеду я до него или не доеду но я доехал вот как бы подобрал небольшой такой вот ключик что можно половить красно перочку на небольшой глубине и насладиться такой вот рыбалкой еще одна и 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 Продолжение следует... 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 Пусть идет... Плавает... Мы сейчас закинем... Вообще жесть... Еще будем ловить... Ох... Вот туда... Ближе к водорослям... Неужели она отошла от берега и теперь она там на глубине все обитает... Есть... Еще одна... Поменьше, правда... Но гляньте, какая она бойкая... Тем не менее... Есть... Вот я уже который раз убеждаюсь, что нужно все-таки в своем арсенале иметь одну удочку с дальним забросом... Вот просто вот она необходимая... Она должна быть всегда в вашем снаряжении... Потому что если вдруг ее не будет... Вот так вот, когда рыба клюет... Далековато, скажем так... А не возле берега... Вы ничего сделать не сможете... И придется вам уезжать с пустыми руками, грубо говоря... Ну и либо... Наловите намного меньше, чем могли бы наловить... Уже... Я в который раз это убеждаюсь в этом... Вот видно, видно, что тянет, тянет... Ох... Класс, класс, класс... Красота... Ах... Супер... Вот, дальний заброс, сразу поклевка... Вот какая красотка... Это уже... Не первый... А эта стоит, молчит... Я, конечно, понимаю... Что может быть-то места нет, еще что-то... Но лучше... Наверное, взять одну обычную удочку... А одну на дальний заброс... Чтоб, если что, была возможность... Все-таки все равно на дальний заброс половить... Ну, наконец-то... На вот эту удочку уже давно ничего не вытаскивал... Наконец-то... Вот, смотрите, как вот ноги уходят... Вот гляньте... Гляньте, как оно... Ой... Начал проваливаться... Так что это... Это для тех, кто мне не верит... Ну что... Настала пора доставать садок... Посмотреть свой улов... На сегодняшний день... Ну... Вот такой улов... Наверное... Нужно это сделать вот так... Чтоб было лучше видно... Все равно в пакет буду перекладывать... Вот такое вот... Красное серебро... Ну... Улов не супер... Естественно... Это... Такая рыбалка для души, знаете... Но... Тем не менее... Мне понравилось... Рыбалка очень получилась... Классная... Я отдохнул... Посидел на природе... Подышал... Вот... Свежим лесным воздухом... Красота... И... Побыл на таком вот... Замечательном озере... Ну что ж... Всем спасибо, друзья... Кто посмотрел... Озеру тоже огромное спасибо... Приняло тепло... И... Подарило... Рыбке... Вообще все... Супер... Всем пока...